Финансование местовых инициатив Евросоюза и Организация Объединенных Наций занимаются уже не 10 лет. Только на Гомичине в рамках этих проектов местовое населениество створало Музеи экологии и народного быта, занималось выращиванием сельско-господарских культур и живёвых годовлей. Старт к черговому этапу был даден в минулом году. Составы 17 районов Беларуси одобрали 30, часть таких у Гомичской области. Головный принцип – проекты должны быть по-первых, реальными, а по-другому – это помочь местовому населению полепшить свой добробыт и утромнику про створение новых просовных мест. По итогам реализации инициатив будут создаваться рабочие места. Допустим, если мы возьмём Центр социального обслуживания населения, они строят на территории своего центра теплицу, выращивают там грибы или овощи, фрукты, то, естественно, они нанимают людей и они создают дополнительные рабочие места. Переможцам конкурса местовых инициатив уручили специальные сертификаты. На Гомичине их отримали 22 организации из Кармянского, Будокошалёвского, Брагинского, Ветковского и Черчевского районов. Проекты самые разные. Каля 30% закреканы выражать некие социальные проблемы, прикладно стойкиш накереваны на пропаганду здорового ладу життя. Кожная сёмая инициатива, течисто экономической сферы, практически всё остатнее – туризм. На той же Кармянщине, например, меркуется створить Центр по праведству Криви, причём обслуговаться тут будут как звычайные жахары, так и сопротивленники районного отдела по незвычайных ситуациях. После вертания затушения пожаров, а прочатого брендом района повинен стать фестиваль «Лёну», який в першиню пройдёт уже уверенность этого года. Эта культура сегодня широко распространена на Кармянщине, а продукция местового инициатива, я думаю, не только в Беларуси. Теперь популярность белорусского лёну станет ещё больше значной. Мы будем представлять у себя лён как бренд, безусловно, расскажем, что это такое, как он проходил, как он зарождался на нашей территории. Будем представлять здесь и свои традиции, из льна наши поделки, будем привлекать наших ремесленников, которые смогут потом. И выйдем, в общем-то, на тот бренд. Будет создана у нас льняная гостиная, где мы сможем проводить ряд мероприятий. И будем выходить на тот бренд, которым будет гордиться Кармянщина. Перед початком реализации проекта для удельников провели региональные семинары, на которых рассказали, как правильно сплановать работу в рамках деятельности законодавства, какие товары необходимо набрать для достижения запланованного и как вести аналитичную и финансовую справоздачу. Раз в полгода все проекты должны быть реализованы. Максимальный грант, который уделяется на проект, 28 тысяч евро. В масштабах державы максимально не самые значные сродки, а это додатковая краница по липу общению добробудия местного населения, как чекается реализация проекта, может подчаться уже в наступном месяце. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова